Добрый день. У кого что, у нас во дворе проходят археологические раскопки. За два дня выкопали, вот уже скоро месяц, а ни одного археолога не видать. Видимо нашли что-то ценное, или ждут главного по песочнице. Деревья только прижились, а они их плитами заложили, засыпали. Видимо ждут, когда под воздействием алкогольных паров кто-нибудь туда нырнёт, и сломать себе очень нужный орган. А если серьёзно, каникулы, маленькие дети, ограждений нет. Они же тут играют. Ждём очередной трагедии. В этом дворе ямы со всех сторон. Здесь сегодня начали работать байкальские коммунальные системы. Ведётся плановая замена трубы. По словам рабочих, сегодня же они всё и доделают. Жители дома говорят, роют здесь с завидной периодичностью. Если раньше поздно осенью, по зиме, по холоду начинают копать, это хоть ладно летом, когда как бы это, и даже долго не в ремонт сам идти. Там, кстати, если за домом посмотрят, там детская площадка, её только вроде в порядок провели, всё сделали, сейчас раскопали. Вот потом посмотрите, когда они уйдут, сделают ли они площадку. Тоже вопрос. Именно эта яма возле детской площадки и послужила поводом для обращения в нашу редакцию. Вырыли её давно, однако, что нужно сделать ремонт, видимо, забыли. Мы решили выяснить, кто ведёт работы и когда же всё-таки его доделают. В комитете городского хозяйства нам пояснили, отвечает за яму ТГК-14. Эти работы по программе капитана ремонта, плановых капитана ремонта на 15-й год. Они планируют закончить, естественно, работу там в конце июля. В конце июля, да? Да, в конце, ну, в конце июля, неделю. В ТГК нас заверили, работы ведутся. Сейчас вырезали трубы и прочищают лотки от земли. Однако сроки завершения работ немного другие. В течение месяца. Ещё месяц? Да, у нас. Да, это сегодня у нас ещё 23-е. Это где-то в середине августа, после 15-го улицы. Скажите, вот мы сегодня там были и, знаете, там никого нет. Это во сколько вы были? Вот буквально мы только что оттуда вернулись. Сейчас там никто не работает. Рядом работает БКС. Оно там недалеко копает водоканал. Да, да, да. Но они сейчас на Туполево, а так, с Туполева на Антоново, 19, по-моему, туда перешли. Угу. Ну, там, как она, две трассы, а бригада-то работает одна. И туда людей поставили, наверное. Ну, а с утра они там были, даже собесы, по-моему, были. А вот жильцы дома работ не наблюдают. Ходят вокруг с опаской и переживают за здоровье детей. Примерно две недели уже назад разрыли это всё. Никто не приходит, не появляется. Дети здесь постоянно играют, лазят здесь, прыгают туда. Ну, наверное, пока кто-нибудь не упадёт, что-нибудь не сломает, это делать не начнут. Там опять роют. Всё, сейчас перероют, даже подойти невозможно будет. А сейчас там что-то делают? В том году делали. Говорили, что тоже трубы меняют. И в этом году опять то же самое. Остаётся только надеяться, что в скором времени трубами всё-таки займутся. А никто из прохожих до этого времени в яму не упадёт. Аюна Чертарова, Вячеслав Батоев. Первая. Альтернативная.